Сегодня, если, надеюсь, милость на меня не зайдет, я попробую сказать пару слов про шлоку анартиста Черимчара, замечательное шлоко, которое написал Рупа Гасвами. Эта шлока была проявлена в Пури. Харидас Такур и Рупа Гасвами, они всегда старались держаться на расстоянии отчитания Махарапу, и они жили вместе, вдвоем, в одном месте. И однажды один наш проповедник рассказывал, что когда они пришли со Шрилой Гурудевом в Ситхабакул, то Шрила Гурудев Шрила Нарайна Махарапу сказал, что вот вы западные преданные, вы можете понять состояние и настроение Харидаса Такура и Рупа Гасвами, потому что вы тоже не можете зайти в храм Джаганатха, вы тоже такие изгои, как вы считаетесь. Хотя на самом деле Рупа Гасвами, он был из брамонской семьи очень высокого вообще класса, но так как он состоял на службе у мусульманского шаха, он считал себя неприкосновенным. И однажды Махарапу, он знал, что Рупа Гасвами это очень возвышенный преданный, и поэтому он сам лично приходил к нему и давал ему свой даршин. И однажды Махапрабу вместе с Рай Раманандой и со своими искусниками, они пришли в Ситхабакул в группе Гасвами, Харидаса Такуру, и Рай Рамананда, он знал, что Рупа Гасвами тоже хороший поэт, а Рай Рамананда тоже замечательный поэт. А на самом деле, чтобы писать физические какие-то произведения, нужно иметь вообще очень сильный разум, потому что там есть определенная структура, там в первой шлоке должна быть изложена идея, тема и так далее, ну, очень много всего, там есть много нюансов. Вот, и Рай Рамананда, он говорит Рупе Гасвами, «Эй, Рупа, расскажи, что ты сейчас пишешь?» А он тогда писал произведение Видатха Мадова, Лолита Мадова, это две пьесы о играх Рады и Кришны. Вот, и тогда Рай Рамананда, он говорит, «Покажи первую шлоку Мангала-Чарам», потому что в Мангала-Чарам там заложено все, кому, кто Иштаде, ради чего это написано, какие благословления получают слушатели, кто это читает и слушает. И поэтому Рай Рамананда сказала Рупе Гасвами, «Пожалуйста, прочитай, что ты сейчас пишешь, над чем работаешь?» Но Рупе Гасвами, он немножко застеснялся, засмущался, вот. Но читание Махапрабу, он ему сказал, «Расскажи, расскажи, я знаю, что ты замечательный поэт». Тогда Рупе Гасвами, по велению Махапрабу, он смиренно сложил руки и зачитал Мангала-Чарану в своей новой поэме. «Анах, это черим, вчера, тарану я, ватю нахалове, наматвай, туму, кулитуджево, красансква, бах, чеши, янку, хоритку, наху, 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 тут в этой шлоке, это уникальная шлока, в ней рассказывается все, не цель приходу, а здесь рассказывается в первой строчке «Анарфита черим, вчера, тарану я, ватю нахалове». «Анарфита черим, вчера» – это значит, что что-то, что не давалось в очень долгое время, потому что Махапрабу приходит один раз в день Брамы, а это вообще, это миллионы июнь. Вот, то есть это очень редко. И то, что принес Махапрабу, вот это «куната уджвала, рассам, свабакчи, сириям» – это редко, уникальное. Мы просто даже не представляем вообще, насколько мы удачливы и куда мы попали. Это уникальное настроение, уникальная Бава, которая принадлежит самой Шлематери Тарани, свабакчи, сириям. То есть красота, принадлежащая Шлематери Тарани, вот этого вкуса. Вот. И она не раздавалась долгое-долгое время. Вот сколько Брама… У нас один раз в день Брама. Я уже повторюсь еще раз, что это очень-очень долго. И далее говорится о том, что этот, ну вот этот кто-то, кто принес вот это что-то очень ценное, что очень долго не раздавалось, он пришел в Калиюгу. А Калиюга – это самое-самое такое темное время. Это время раздоров, это время, когда там муж с женой воюют, когда отец с сыном воюет, все приходит в полный строй. И именно в это вот самое такое темное время приходит вот эта самая милостивая личность. Но пока Рупа Госвами в первых строках не называет его имя, кто эта милостивая личность. И потом он говорит, что это ценное бабакчи-сириям, оно настолько ценное и уникальное, оно недоступно ни для Брамы, ни для Народы, ни для Шивы. Все молятся, чтобы получить хотя бы паплю вот этого нефтара. А Махапрабу, ну вот этот кто-то, невероятно милостивый, приходит и раздает его всем направо и налево. То есть это было в очень легком госпитале. Дальше говорится, что Господь, сияющий как расплавленное золото, не зашел к нам, чтобы вот это вот раздать. Сияющий как расплавленное золото, он был прекрасен, он привлекал всех, потому что, ну, во-первых, он Господь, а во-вторых, он действительно был золотого цвета, когда он был в Народы, у него были шикарные, кудрявые черные волосы. Такой вот прекрасный, такая аватара, самая милостивая спустилась. И в конце говорит там, пусть в вашем сердце проявится этот милостивый Господь, и потом он говорит, и тогда, что я читаю Махапрабу, начинает ругаться. Он говорит, ну, Бога с вами, как ты так мог, как ты мог такую бочку меда, испортить, назвав мое имя Шачинандаха, потому что Махапрабу никогда и никому не говорил, что он Верховный Господь. Там буквально несколько преданных знали, что он Верховный Господь. Это Травабам Батачарья, потому что он ему дал свой Даршин, и кто-то еще. Сейчас я, к сожалению, наверное, не вспомню. Вот, то есть, это потому что скрытая аватара, скрытая аватара приходит в Халей-Дилу. И вот такой замечательный стих, вот ругаться с вами, Махапрабу начал на него немножко ругаться. Говорит, зачем, зачем ты, мое имя здесь указанит, Шачинандаха, зачем? Так все было прекрасно, так было славно. А тут вот такая вот маленькая капелька дёгтя. И тогда Рай Рамананда сказал, Бог Господь, успокойся, это не капля дёгтя, это капля камфоры. И тогда все начали танцевать в замечательном Киртане. Вот такая вот прекрасная история, замечательная шнурка. Жай Гору-деев, жай Махапрабу, Сынандрайя, радикайя, ясно-дале, Криснайя, Криснамбаттайя, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прошлые даршины мы слушали О славе Новодвипа Дхамы Только что закончилась парикрама по Новодвипе И мы сейчас продолжим слушать о славе Новодвипе Мы ранее уже слушали, как появилась Новодвипа И сейчас вспомним об этом Девять островов Новодвипа Переводится как Нава Девять Двип Остров Девять островов И мы с вами ранее уже обсуждали, что Это не просто девять островов Это девять кунж То есть девять беседок Которые сама Шрима Тирадарани Проявила из своего сердца Для чего и как это произошло? Как же появилась Новодвипа? Курдеф еще раз напоминает нам эту Лилу, эту историю Однажды Радарани заметила Что Кришна куда-то втихаря от нее ушел И не сказал куда То есть обычно он говорил Куда он уходит, по каким делам А тут он просто тихо ушел Не спросив ее, ничего и не сказав И потом вернулся И когда он вернулся Радарания увидела, что ум Кришны чем-то встревожен И она беспокоилась Как так? Кришна, не спросив меня, не сказав, куда-то ушел Затем вернулся И чем-то обеспокоен Что-то не так Что-то у него на уме В Писании говорится, что женщине Очень легко догадаться Что на уме у мужчины Что на уме у мужа Если что-то происходит не то Но вот мужчине очень тяжело понять женщину Поскольку Радарани женщина Она, конечно же, заметила Что Кришна куда-то уходит без ее дозволения И ум его обеспокоен Поэтому, чтобы развеять свои подозрения Либо чтобы подтвердить их Она попросила свою Сакхи Свою другу Скрыто проследить за Кришной Куда это он там ходит В тайне от Шримати Радарани И тогда Сакхи По указанию Шримати Радарани Проследовала за Кришной И заметила Что он пришел В очень-очень красивое место Подобное Вриндавану Вриндаван Это очень чудесная обитель Там течет прекрасная емона Там красивые деревья Тамала Кадамба Там очень много благоухающих Прекрасных цветов Такие как пели, чимели Малати, кетаки, жасмин И вот подобно Вриндавану То место, куда пришла Сакхи Которая следила тайно за Кришной Это место было такое же красивое Как Вриндаван Там текла прекрасная ганга Были замечательные деревья и растения Росли манго, бананы, кокосы На прекрасных деревьях Сидели кукушки Сладко куковали Куху, куху А павлины чудесно танцевали И издавали сладостные звуки Ке-ка И в этом прекрасном живописном месте Кришна встречалась с одной Сакхи Которую звали Вираджа Очень прекрасная девушка И тогда Сакхи Подруга Шримати Радарани Которая следила тайно за Кришной Увидела Так вот, куда он пошел в тайне От Шримати Радарани Он ушел в это прекрасное место И встречается с этой замечательной Сакхи Тогда подруга Шримати Радарани Вернулась к ней и все рассказала Она пояснила Да, Радарани, твои опасения были Не беспочвенные Кришна действительно ходит И встречается с другой девушкой И когда Радарани узнала об этом Она, конечно же, уже сама отправилась Смотреть, чем там ее Кришна занимается Когда пришла Радарани И Кришна, и Сакхи Вираджа Заметили ее Они очень удивились Как это Шримати Радарани Нас обнаружила Как она узнала Что мы встречаемся здесь В тайне от нее И они так испугались Город Афрани рассказывал Что они испугались Радарани И того, что она пришла И застала их На месте преступления Так сказать И поэтому Это Сакхи Вираджа Она от страха превратилась в реку Настолько она испугалась И Кришна же тоже понимал Что Радарани Недовольны таким поведением И поэтому Кришна исчез Тогда что сделала Шримати Радарани Она встала Взяла флейту И начала Очень сладостно играть Очень красивую Чарующую мелодию И Кришна не мог скрываться Он вернулся К Шримати Радарани Они встретились И они объединились То есть Их тела Слились воедино И они предстали В единой форме Как Шичитани Махапрабу Мы знаем Что Махапрабу Предстает как мужчина И поэтому Когда Сакхи Подруги Шримати Радарани Увидели Что Рада и Кришна Объединились В одну форму Стали Махапрабу В мужском обличии В мужском облике То все Сакхи Тоже изменили Свою форму Они тоже стали мужчинами Например Лолита Сакхи Предстала как кто Как Сварупа Дамодара Вишакха Как кто предстает В играх Махапрабу Как Рай Рамананда Рупа Манджари Рупа Гасваны Лаванга Манджари Таната Нагасвами Тунгавиди Сакхи Прабадананда Сарасвати То есть Рада и Кришна Встретились И стали Махапрабу Слились в игрина И все Сакхи Все подруги Поскольку Махапрабу Мужчина В мужской форме Все Сакхи Тоже поменяли Свою форму Они тоже из девушек Превотились мужчинами И начали совершать Очень прекрасный Очень экстатичный Киртан И постепенно Когда Киртан Подошел к концу Они предстали В своих формах Которых были до Киртана То есть Рада и Кришна Стали опять Радой и Кришной То есть как в двух телах Господь То есть из Махапрабу Превотились обратно В Радую Кришну А все спутники Махапрабу Которых мы перечислили Снатна Гасвами Прабадананда Сарасвати И так далее Они вернулись В свои изначальные формы Сакхи и Манджари И после этого Радарани поняла Что если Кришна Ходит в это место Если он посещает его Наверное Это место ему Очень нравится Оно очень дорого Его сердцу Кто такая Радарани? Радарани Это та, кто совершает Арадану Поклонению Она та, кто Наилучшим образом Поклоняется Кришне Исполняет все его желания И поскольку Кришне Понравилось это место Конечно Радарани Захотелось сделать Такое же прекрасное место Потому что Ее настоение Исполняет желание Кришны И если Кришне Нравится это место Радарани сделает все Чтобы Кришна получил удовольствие Поэтому для счастья Кришны Для его удовольствия Радарани из своего сердца Проявила 9 кунж 9 островов То есть это не просто Какие-то Географические острова Это настроение Это кунжи Которые Радарани Проявила из своего сердца Мы ранее уже слушали Что сердце Радарани Она очень мягкая Радарани Очень сострадательная Милосердная Поэтому Навадвипа Такая же В связи с этим Если кто-то посещает Навадвипус Решает Парикраму То поскольку Навадвипа Дхама Очень милостивая Так же милостивая Как Радарани Кроме того Эта Дхама Неотлична к Махапрабу То Парикрама По Навадвипе Позволяет нам Обрести Говора према Рада Кришна према То есть Обрести любовь к Господу I finished Hare Krishna So Today You try listening You know There are nine Island One island Is the Антарти Yeah This is the One island Is the Антарти And You know When somebody Doing Парикрама This Навадвипдхам Then Telling This What is This Навадвипдхам This Навадвипдхам Is the Gupta Vrindhavan He is the Secret Vrindhavan Hidden Vrindhavan So When somebody Doing Навадвипдхам Easily He can Got Parикрама Of this Vrindhavan But If Doing Vrindhavan Parикрама But He did Not Got Parикрама Of this Навадвипdhavan So This Is the Secret Vrindhavan So What Is This Antardip This Is the Which Place Of this Vrindhavan Like This Antardip Is the Not Different To This Gokul Mahavan Like This Gokul Mahavan Krishna He took Birth There Krishna He took Birth There And This Antardip Sriman Chaitanya Mahaprabhu He also Took Birth There Where Is Antardip So Why This Give Example Like This Van Lotus Van A Lotus Lotus Is There Eight Petal Eight Petal But This Between Is Like This Karnikar This Middle Place Like This Gokul Like This Antardip This Is Like Van Karnikar Between Place And There Eight Island Is One One Is Petal One One Is The Flower Leaf Like Telling Your Language So Eight So Between Is The Middle Place This Is Gokul This Is Not Different From This Gokul This Is Antardip Mayapur Why This Island Name Is Antardip Why His Name Is Antardip Antardip So This Name Is Antardip When Brahma He Stolen Krishnas Cow Had Bored And Cops Before He Thinking Maybe Krishna Want An Adinarip Bored Why Krishnas Sitting Between Sakkha And All Sakkha Bring From This House So Many Kind Of Preparation First They Eat And They Are Payed To Krishna And Krishna He Eat Everybody Remanate Then Brahma Became Bewilder Who Is Kind Of Bhagavan Everybody Take Remanate Of Lord But Krishna He Eating The Remanate Of All Sakkha He Takes The Remanate Who Is Kind Of Lord Then Brahma He Tried To Test How He Is The Supreme Personal God God He Want To Some New Past Time So He Stolen Krishna Cover And Cup But After When He Understand Oh He Is The Supreme Personal To God Head Then He Tried Come To Krishna And He Tried To Pacify To Krishna And He Many Many Way He Tried To Pacify Then He Doing Nice Prayer But Krishna He Did Not Satisfy And This Sakkha Telling Oh Who Is The Poor This Is A Very Surprise In A Surprise Person With Poor Head You Know Chau Mua Chau Mua Mean Poor Head Yeah Poor Head They Are Criticized To Brahma But When Brahma Now Brahma He Tried Pacify To Krishna And Doing So Nice Nice Prayer How Krishna Is The Supreme Personal To God Head But When He Did Not Satisfy Then He Try Oh I Try To Satisfy To Do Prayer To These Devotees Yes Then He Try To Pray This Brajavasi Ahoti Dhanya Brajogara Manya You Know How This Is The Brajavasi How They Very Very Fortunate How They Are Mother Of This Brindavan And This Cow Of This Brindavan How They Are Very Fortunate Why Krishna Krishna When He Became Cow And He Is Cop Then He Drinking The Breast Milk Of All Cow And Krishna Also Drinking The Breast Milk Of All Gopis All Brajavasis You Know And When Some Cop And Some Baby When Drinking Milk Then He Becomes So Happy You Know So Happy Telling When Somebody Doing Jagna They Are Telling Indra Swah Varuna Swah 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 But Krishna Did Not Like This Happy When Some Child Drinking The Breast Milk How This Child Becomes So Happy But As Like Not Happy To Now When You Have Some Jagna So How They Are Harchun Of This Braj Gopis And This Braj Cow You Know Krishna Drinking Breast Milk Then He Telling Ahobhagyam Ahobhagyam Nanda Gopha Brajyapasam Then Second Slogue Telling First Telling Ahobhagyam Time Ahobhagyam Very Surprised You Know But Second Slogue Telling Ahobhagyam Two Times Ahobhagyam Meaning How This Fortunate This Brajavasi But Who Is The Krishna And Krishna Is The Purna Brahma Продолжение следует... 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 является скрытым Вриндаваном, гупта Вриндаваном. Поэтому, когда мы посещаем Новодвипа, мы получаем двойное благо. Поскольку Новодвипа — это скрытый Вриндаван, то посещая только одну Новодвипу, мы получаем благо от посещения и Новодвипы, и Вриндавана, потому что Новодвипа включает в себя уже Вриндаван. Поэтому посещаем одну Дхаму Новодвипа, получаем благо от посещения двух Дхам, Вриндавана и Новодвипы. Но наоборот не работает. То есть, если мы приедем во Вриндаван, то получим благо только от посещения Вриндавана. Но если мы посещаем Новадвип, получаем двойное благо от посещения и Новадвипы, и Вриндавана. И поскольку Новадвипа — это скрытый Вриндаван, то каждое место Новадвипы соотносится с определенным местом во Вриндаване. Вот, например, Антардвипа, о котором мы сейчас будем слушать, как предстает во Вриндаване. Во Вриндаване — это Гакула Махаван, то есть то место, где родился Кришна. А Антардвипа — это место, где родился Шичитания Махапрабон. Видите соответствие? Антар-двипа, там родился Махапрабху, это место соответствует Гакуле Махавану во Вриндаване, там родился Кришна, то есть идентичные места. Представьте себе лотос с восьми лепестками. У него есть восемь лепестков и внутри есть сердцевинка, называется карникара. И вот Антар-двипа, либо Гакуле Махаван символизирует как раз-таки эту сердцевинку лотоса, а остальные восемь островов, соответственно, на Водвипе предстают как лепестки, которые окружают Антар-двипу. То есть Антар-двипа, она центральная, находится внутри. Почему так называется Антар-двипа? Какова история? История следующая, предыстория. Все мы помним историю, когда Брама украл пастушков и телят, потому что он думал, что Кришна – это обычный мальчик. Ведь Брама увидел Кришну, который сидел в окружении своих друзей-пастушков и кушал их угощения. То есть родители мальчиков-пастушков давали им с собой вкусности. Мальчики пробовали сами, потом говорили, как вкусно, Кришна, и ты попробуй. И он ел. То есть Господь, Верховная Личность Господа, брала чьи-то остатки пищи и вкушала. И увидев это, Брама смутился. Ведь Господь – это кто? Это тот, кто первый вкушает, тот, кто первый наслаждается, и свои остатки пищи уже раздает. А здесь получалось наоборот. Обычные мальчики-пастушки кушали угощения, и Кришна доедал за кем-то, принимал чей-то просад. То есть ел себя не как Верховная Личность Господа. И поэтому Брама смутился. Как так? Что за поведение? Ведь Господь по-другому должен вести себя. И поэтому Брама решил и проверить, а действительно ли Кришна – это Господь, или это обычный мальчик-пастушок, потому что он был смущен. И также он захотел увидеть новые игры Господа. И поэтому что сделал Брама? Он украл теляты мальчиков-пастушков. Но потом, когда лила закончилась, Брама всё-таки осознал, что Кришна действительно Верховная Личность Господа. И когда он осознал, что Кришна – это Верховный Господь, он понял, а что же я наделал-то? Это же Верховный Господь. То есть я совершил аппаратку, я оскорбил Господа таким поведением. Конечно, осознавая, что Кришна – Верховный Господь, Брама постарался загладить своё вино. Он начал молиться Кришне, но особо не помогало, потому что во Вриндаване же другое настроение, неблагоговение. Брама возносил очень много прекрасных молитв. Но во Вриндаване другое настроение. Поэтому мальчики-пастушки, они когда видели, как Брама молится Кришне, они не понимали вообще, кто это. И они подшучивали, потому что во Вриндаване у всех обычная форма. А тут Брама, у которого четыре головы. И они подшучивали, что это за странное четырёхголовое существо. Он так по-ребячески подшучивали над Брамой. То есть совсем другое настроение. А Брама в это время очень серьёзно молился, возносил молитвы Кришне, как Верховной Личности Господа. Кришне был равнодушен. Вот он как стоял, так и стоял. Молитвы Брама не трогали его сердце. Тогда Брама начал думать, что же мне ещё делать? Кришну я уже прославил. Не работает. Надо попробовать другие способы. И Брама подумал, а дай-ка я попробую прославить Враджаваси. Вдруг сработает. И он начал молиться. Охоте Дханья Враджарамания. Он начал возносить хвалу девушкам, матерям Враджа. Ведь насколько они удачливы. Сам Кришна в этой Брамове Моханне Лиле. В Лиле, говоря, Кришна похитил мальчиков и телят. Ведь мальчики исчезли, и телят не исчезли. Кто их заменил? Кришна сам заменил. То есть сам Кришна, Верховный Господь, принял облик всех мальчиков, пастушков и всех телят. И поэтому Кришна в облике телят пил молоко коров, а в облике мальчиков, пастушков он пил молоко матерей. Ведь все коровы и все женщины-враджи мечтали, чтобы Кришна был их сыном. Чтобы они могли кормить его своим молоком. Чтобы они могли заботиться. И Брама возносил молитву уже в таком ключе. Насколько же удачливы эти коровы даже. Насколько удачливы женщины-враджи, что сам Кришна, сам Верховный Господь пьет их молоко. И когда совершаются яги, говорят сваха подношения. Индрая сваха, варуная сваха. Кришна не особо доволен такими подношениями. Когда вот все ритуально, формально, сваха, прими, пожалуйста. Не особо радуют Кришны такие яги. Но мы знаем, мы видели выражение лиц младенцев. Когда они пьют молоко матери, они очень довольны и счастливы. То есть и женщины-враджи были счастливы, что Кришна пьет их молоко. И Господь гораздо более был доволен их служением. То есть их материнской, простой любовью. Когда они с любовью кормили его своим грудным молоком, а он пил это молоко, он был гораздо более счастлив, чем когда эти бесконечные сваха-сваха не трогают его такой формализм браманический. И после этого Брама прославил, прославив женщину-враджи в первой шлоке, он во второй шлоке сказал уже не просто «ахо тингханья», он сказал «ахо багья, ахо багья, браджи гопа, браджа укасам». Он уже сказал не просто «ахо багья», «ахо» — это восклицание. Города Франча приводил такой пример, когда мы видим что-то фундаментальное, что-то поражающее нас. Мы говорим «о», ну то есть по-русски, да? А если говорить на хинде, на сансквете будет не «о», а «ахо». То есть вот этот возглас удивления. И здесь Брама говорит «ахо багья, ахо багья» два раза. То есть не просто удивление, а крайней степени изумления. «Багья» означает «удачливо». Насколько же удачливы все в Раджавасе. Вот так молится Брама, уже вознося хвалу не Господу, а его спутникам в Раджавасе. Ведь почему Брама возносил такие молитвы? Мы знаем, что Кришна — пурна Брама Санатана, Верховный Господь, Он полный, Он вечный, Он изначальная Личность, которая занимает самое высшее положение. И чем Он занимается? Он предстает в облике чьего-то друга. Он предстает как чей-то сын, например, Нанды Бабы или Ешота Маты. Он предстает как возлюбленный Раджа Гопи. И у него с ними абсолютно нормальные обычные отношения. И Брама был поражен. Как это так? Верховный Господь — самое главное, самое авторитетное существо. И вот Он так просто, так доступен для Раджаваси. Насколько же эти Раджаваси удачливы? И вот когда Кришна услышал уже хвалу не в свою честь, не в свой адрес восхваления, а когда Кришна услышал, что хвалят Его в Раджаваси, вот тут Кришна улыбнулся немного, тут Он повеселел. И когда Кришна чуть-чуть улыбнулся уголками, он прямо понял — я нащупал, я нашел. Я нашел слабое место Кришны. Слабое место Кришны — это в Раджаваси, это Его дорогие преданные. Поэтому когда мы прославляем Раджаваси, преданных, вот тогда Кришна доволен. Не когда мы Ему вот эти ставые стути возносим, а когда мы прославляем именно Его дорогих преданных. И Кришна немножко улыбнулся уголками рта, но Он не был полностью доволен. То есть Брама нащупал слабое место Кришны, но полностью удовлетворить Кришну Он не смог. Полностью загладить Своё вину за то, что Он похитил мальчиков из тушков и телят, у Брама не смог. И он думал, что же мне делать? И Брама тогда отправился совершать аскезы в то место, которое стало называться, называется Антердвипа. Антер означает «внутри». То есть Антердвипа — это остров, который внутри. Что это символизирует? Что обычно внутри? Сердце. Где мы храним самое сокровенное, самое для нас дорогое? В глубине сердца мы говорим. И поэтому Антердвипа, то есть Антер внутри, остров, который внутри, вот там самое сокровенное происходит. Почему? Потому что когда Брама совершал там аскезы, Кришна явился к нему, вот довольный его аскезами, и сказал «Брама, я скоро явлюсь здесь, через какое-то время, как Шичананда Нагоурехари, как Махапрабу, и ты тоже придёшь в мои лилы, будешь участвовать в них, служить мне». И мы знаем, что Брама пришёл затем, как Хридас Дакур, приняв рождение в мусульманской семье. Почему? Потому что Брама — это довольно высокий после этого творец материального мира. очень высокое почитаемое положение. И подразумевает, что человек, личность, которая занимает такое положение, будет гордиться. Я творец мироздания. Ну, гордость, апхиман сразу возникает. И поэтому Брама, чтобы избавиться от такой гордости, из-за которой он в итоге совершил оскорбление Кришни, он решил, вот теперь я приму рождение в очень низкой семье, в семье мусульман. Такое рождение считается низким. И тогда я смогу стать смиренным. Ведь если у меня низкое рождение, чем мне гордиться? Ничем. Я понимаю, что я низкий. А если я понимаю свое падшее положение, то можно совершать баджин на восприятии трената и пицу Ничина. То есть быть терпеливым и быть смиренным. И поэтому Брама решил, я приду как Хридас Дакур в мусульманской семье, чтобы стать смиренным. И тогда, будучи смиренным, я действительно смогу совершать Хридас Дакур. Но мы знаем, что Брама повторял Хридас Дакур, повторял Три Лакха каждый день. И вот поскольку Кришна именно в этом месте сказал о самом сокровенном, о том, что Он явится как Махапрабу, а это очень сокровенное, это таинственное, ведь мы знаем, что Махапрабу – это скрытая аватара. Поскольку Кришна именно там сказал, что Он придет как Махапрабу, то это место называется Антар Твипа, то есть там, где была явлена сокровенная истина. И также это место называется Апаратха Баджина Падх, то есть то место, где прощаются все аппаратхи, все оскорбления. Поэтому если мы посещаем Майяпур на Вадвипу под руководством Вайшнавов, то все наши аппаратхи, все наши оскорбления прощаются, нивелируются. Anybody have any questions? You can ask me. Вопросы есть? Гурдев, I have a question. If Krishna so much like Vrajavasi, and Brahma prays Vrajavasi, why Krishna didn't completely satisfied? Yeah, he is satisfied, but he is not completely satisfied. He is satisfied, but he is not completely satisfied. If Vrajavasi is so dear to Krishna, why Krishna didn't was completely satisfied? Oh, one year, you know, one year he is stealing the Krishna's al-kavad-bayaj and Krishna's sakha. So one year he did not meet with, this is the original sakha, original cup. So Krishna, he did not meet with them. And Krishna, during one year, you know, during pastime, you know, with whom? He is the shadow sakha, you know. Krishna himself manifested from this body. So when Baladevra, when he also understands, just like before, five, six days before, when he understands, oh, they are looking who is my sakha, they are not original sakha, this is not original cup. Krishna himself met. So Baladevra became so upset, you know. Then Baladevra, he did not come. He did not come to cow grazing. Why? He understands there is not our real sakha and not real cup is there. So he doesn't care. So this way, Krishna, a little bit, is the unhabitable, Brahma. I, Gurdjava, спросила, if Vrajavasi настолько дороги Krishna, and it's like it's like a bad place for him, why, if Brahma so washalhaled Vrajavasi, Krishna was not completely satisfied? Because Gurdjava said, that Krishna was not satisfied with Brahma, they were not happy, when he began to be Vrajavasi, but it was not completely. Why, if Vrajavasi has such a meaning for Krishna? Because, by logic, if he is so happy, Vrajavasi, Krishna should just rest out of gladness. Gurdjava explained why. Because when Brahma he was able to steal the and mackerel and mackerel and mackerel and mackerel, then Krishna could not see in the course of a year. Because we know, that then Krishna revealed himself as a mackerel and a mackerel and a mackerel. But in the beginning the image of the mackerel and a mackerel and a mackerel and a mackerel were in the forest. And Krishna they did not see in the course of a year. And he, of course, was very sad because he could not see his whole year his friends and his children were in the course of a year. And Baladeva, например, когда он через 5-6 дней понял, что это не настоящие, ну, изначальные телята, не изначальные мальчики, потому что это их тень, он настолько расстроился, что он вообще не ходил пасти коров больше, потому что он так страдал в разлоке со своими друзьями. И вот поскольку Брама настолько опечалил и Кришну и Баладева, они целый год не видели своих дорогих друзей и телят, то поэтому вот из-за этого осадка Кришна не мог полностью простить Браму, он не был полностью доволен им. Хотя Брама и прославлял врача вас. Можно еще вопрос? Городев сказал, что Кришна кушал из тарелки пастушков, и он кушал потому, что он был доволен ими, или есть какой-то еще сокровенный смысл? Я знаю, к чему этот вопрос. Городев? 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 You told that Кришна take remnants of Sakha, take their prasadam. Why? Because Кришна was so much pleased by Sakha. Why he took prasadam remnants from Sakha? You are very old devotee. This kushin is a new person. He is doing kushin. Not old person. Krishna realizing that Sakharas. Sakharas meaning what is Sakharas? Sakharas means they are not thinking Krishna is not more than senior to more than. He is my Sakha. He is my friend Bujum friend. This is the Sakharas. If Krishna did not remanent that meaning Krishna he thinks oh he is the lower than me. But what is Sakharas? Sakharas is the same. Krishna not any way he did not senior more than me. This is the Sakharas. Then you can realizing the Sakharas. If you think Krishna is the highest Iyam is the lower then they are not realizing the Sakharas. So you are realizing Sakharas there. Burudyav there is no understanding who is higher and lower 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 and never think that Krishna is higher they have no to understand that are normal. So it is normal. They on one platform. They one level. Because if there is understanding that I can give him the rest of из своей пищи, потому что он выше меня, вот эта садки-раса пропадет. Пропадет ее основа, отношение ты такой же, как я, мы с тобой наравне. И поэтому, чтобы насладиться вот этой дружеской расой, садки-расой, Кришной и Кошелых остатки, потому что это нормальные отношения среди друзей. Там нету кто-то выше, кто-то ниже, иначе это нарушит саму расу. Есть еще вопросы? Есть вопросы еще? Ну, видимо, нету. Окей. Окей. Окей, tomorrow you can listen, continue after continue listening tomorrow, so okay? Завтра мы в то же время продолжим слушать. Горудев, thank you very much. Жива Горудев, ки-джай. Сейна Пропопады, ки-джай. Бринда-деви, ки-джай. Бринда-деви, ки-нагар-диди, ки-джай. Исварапури, ки- индулекха, диди, ки-джай. Ана-мвал-кршна-праву, ки-джай. Ананг-мохана-праву, ки-джай. Най-на-мани-манжери, ки-джай. Ана-мвал-праву, ки-джай. Индулекха, ки-джай. Лаликха, ки-джай. Канатами, ки-джай. Бхану-дилари, ки-джай. Бринда-деви, ки-джай. Бхану-дилари, ки-джай. Индулекха, даси, ки-джай. Ананг-мохана, ки-джай. Ана-мвал-дар-деви, ки-джай. Нилам-бари, ки-джай. Ананда-продай, ки-джай. Ладини, сакти-диди, ки-джай. Ана-мвал-дар-деви, ки-джай. Бхан-дэ-дэ-деви, ки-джай. Анни-длад-а, ки-джай. Нилам-бар-деви, ки-джай. They are some writing in Russian language. Russian language I don't understand. Екатерина Бесова, вы кто? Нандарай. Нандарай. Нандарай, нишу. Нандарай, нишу. Okay. Екатерина Бесова, кто? Okay. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. И Россия, есть коронавирус сейчас? Коронавирус тоже? Да, он еще идет. Да, он еще идет. Да, Гурмагарадж, он еще идет. Он еще идет? Да. Да, он еще идет. Коронавирус здесь. Не так много. Не так много. Но информация может быть не полезной. Потому что сейчас многие люди, они еще имеют коронавирус, но они не идут в больницу. Я думаю... Я думаю, может быть, это увеличение сейчас. Потому что в Украине, например, есть очень плохая ситуация. Многое случаи. Украина? Да. Да. Но здесь, может быть, не так много, но он еще идет. Он еще идет. Да, да, да. Да, да, да. Она еще есть коронавирус. О, нет. Она еще есть коронавирус. Она еще есть коронавирус. Коронавирус? Да. Да. О, немного, 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 да? Да. Да. Это как, когда она измерила коронавирус, она сейчас происходит с тем, как, 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 как они еще истинный, как они еще истинные. Так, как она уже начинает. Это как, как они уже нестинные. Как они уже начинают. ok ok no fever some time time to time like fever and weakness like this what is your health now how are you yeah ok every time ok every time ok you are in Barod no no I am I am now Delhi and Brindha now you are Brindha yes we now we are in Gavard Khan we are in Gavard Khan on Gavard Khan ok ok yes we are in Davana Parikrama complete ok and when she is living Nagari when she is living Nagari in Rupsa tomorrow 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 she is going in Delhi and night time she is flying ok ok Krishna Kamini you can tell all devotee maybe Navadi Parikrama some devotee they are sent little bit some devotee they are little bit sent some pranami I can't hear you they are hearing yes now I hear you can tell some devotee Parikrama type they are sent little bit pranami me you can tell everybody passive thank you ok all devotee ok and oh this is Davaki Davaki where are you I am still in the place where was the big Russian festival this is Krasnodar Krasnodar yes there are many festival going there festival already finished and I am a few days here in Krasnodar Krasnodar ok how many devotees coming there 108 108 wow good nice yeah спасибо you are ok ok who is with you this is Narayni David this is Govinda Govinda yeah yeah ok ok now 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 you are you are there by one place yeah your country yes yes this is the there is the Premandabru devotee yeah yes Maharaj who is the boy oh Raj Mohan Prabhu he is from England England yes I saw very nice place yeah good place yes yes good place house from two parts four parts two parts four yes big house dividing two parts left and right parts two parts not two parts four parts two parts why two parts what is the two parts like big house and dividing two parts left part and right part why why this is nice this is good huh I will send your video you will see okay I will send you I see I see this place ah okay yeah somebody devotee saw to me this place I saw very nice building good building there yeah and good place I saw there okay 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 Narayani Balram are yes we are very good thank you so much now now you are in your new house now new house it it's not a new house it's a old house two years we live here in them oh okay okay you are okay yes all good and your your daughter and son they are okay no okay not okay not not okay why I don't know because not have I don't know because they don't do bhajan and do only ordinary but but her daughter she doing bhajan no she also doesn't follow Детьми занимаются. Sometimes I bring two бриндаван to them, окей? Городов тебя просят иногда их во бриндаван пытаться вытащить. Я с радостью. Пускай моему сыну даст по башке. Индулека? Индулека, Иер, окей? Арченикс? Индулека? Нарахари? Да, я в порядке. Спасибо. Нарахари? 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 Веди, пожалуйста, хришно камни. Нарахари сделали операцию? Сейчас он восстанавливается уже намного лучше. Операцию вроде повезло. Нарахари операций 10 дней и сейчас он будет лучше. Окей. Окей. Окей, окей. Городов? Окей. Окей. Окей, окей. Я хорошо, спасибо. Вы можете сказать Ананда Мохан, что он очень много служил в Парикраме по Новодвигу. Я знаю, я знаю. Она готовила для Гурдева чудесный прасад. О, Гурдер! Пожалуйста, прекратите. Я плачу сейчас. Она мне очень хорошая кладка. Она купила очень хорошую кладку для меня. И она подарила Гурдева очень хорошую качественную одежду. Знаешь? Иногда некоторые девушки покупают какую-то кладку. Но я не знаю, где она купила. Очень хорошая кладка, чтобы купить. Кладку. Но она попала. Может она сейчас в Джагарнатпуре. В Джагарнатпуре. В Джагарнатпуре. В Джагарнатпуре. Да, да, да. Вы можете сказать Маниманджари. Может она отправила что-то для меня. Знаешь, Маниманджари? Гурдев догадывается, что возможно Маниманджари тоже приняла участие и что-то отправила одежду, например. Маниманджари. Я говорю Маниманджари. Я говорю Маниманджари. Окей, Городев, все хорошо, спасибо большое, Городев, мои праномы. Амал Кришна, 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 Амал Кришна complicated nobody in the street um a little bit complicated and very complicated for namahat but we do it okay okay lalita sundari okay okay Субтитры делал DimaTorzok